новый день новое место сегодня у нас временное мероприятие на манежной площади сейчас на манежной площади проходит временное событие которое посвящено 80-летию прорыва блокады ленинграда за период блокады в ленинграде по официальным данным умерла около 642 тысяч человек по другим оценкам более 850 тысяч только 3 процента из них погибли от бомбежек и арт-обстрелов остальные 97 процентов умерли от голода из ленинграда с начала войны эвакуировано около миллиона 800 тысяч человек после снятия блокады в городе оставалось пятьсот шестьдесят тысяч жителей в пять раз меньше чем в начале войны так 18 января 1943 года красной армии была прорвана блокада ленинграда и эти ужасные 900 дней 900 ночей остались позади около полуночи 18 января 1943 года по радио прозвучал голос левитана после семидневных боев войска волховского и ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду ленинграда по изрытой воронками земле бутылочного горла менее чем за три недели была проложена железная дорога названная шлиссельбургской трассы она проходила всего в пяти километрах от линии фронта и находилась под постоянным обстрелом немецкой артиллерии на полном снятии блокады говорить было рано но в ленинград наконец поступали продукты и топлива данное событие будет проходить с 18 по 21 января поэтому успейте посетить это место здесь есть блокадные рисунки которые делали дети есть инсталляции школ квартир зданий это грузовой автомобиль газ а со звукоулавливателями эти звукоулавливатели устройства обнаружения источников звука чаще всего использовались для обнаружения авиации противника для того чтобы заранее подать сигнал чтобы люди уходили в бомбоубежище битва за ленинград стала самой продолжительной обороной самого крупного города в истории второй мировой войны группа армии север два с половиной года оказалась скованной тяжелыми боями в лесах и болотах составляя почти пятую часть немецких сил на восточном фронте она оставалась самой пассивной поддерживая блокаду ленинграда немецкое командование не могло использовать эти войска не под москвой не под сталинградом не под курском также вот сзади меня находится инсталляция посвященная шестаковичу великий отечественный композитор встретил великую отечественную войну в своем родном городе ленинграде остался здесь принимал участие в обороне города он участвовал на строительство заграждений противотанковых заграждений также работал в пожарной бригаде тушил пожары а по ночам дежурил на крышах предупреждая граждан на надвигающейся уброте позже в сорок первом году он был элакуирован в куйбышев там где он и закончил свою седьмую симфонию позже в москве он ее исполнил но как вы наверное знаете в городе ленинград достаточно много на тот момент было и соборов и шпилей и все это были прекрасные маячки для наведения вражеской артиллерии и вот в первые годы блокады жителями блокадного ленинграда были приняты меры для того чтобы скрыть этот вот блеск шпилей и их высоту на петропавловскую крепость забирались жители по веревкам туда наверх и закрывали все это парусиной а также еще и перекрашивали в серый цвет чтобы шпили слились серым небом блокадного города ну а выпуск подошел концу спасибо всем тем кто досмотрел его до конца вот такой вот у нас временное событие в городе санкт-петербург вы обязательно посетите его потому что она продлится всего лишь до 21 января а вы не поскупитесь на лайки и комментарии и помните что мы ходим от дома к дому от легенде к легенде